Ежедневно Жубек Керембекова проверяет батареи, надеясь на чудо. В её квартире холодно уже несколько дней. Согреться пытаются с помощью электрообогревателя, но толку от него мало, говорит женщина. В ледяной квартире заболели дети. В этом доме 32 квартиры. Отопление, несмотря на то, что на дворе уже 4 ноября, до сих пор не подключили. Днём, когда на улице солнечно, взрослые и дети греются по дворе. А вечером в квартирах кутаются в тёплые вещи и одеяло. Включать электрообогреватели многие не решаются из-за перебоев со светом. Отапливать помещение в некоторых случаях приходится газовой плитой. В местном Акимате и КСК на проблемы никто не реагирует, жалуются люди. Боимся, что отравимся газом, но выхода нет. Включаем газ на плите, перед сном и греемся. Использовать электрообогреватели дорого. Да и нагрузки не выдерживает электричество. После этого у нас свет отключается. В доме настолько холодно, что носки страшно снять. Укрываюсь ночью двумя одеялами. Мы обращались в Акимат, там разводят руками. В КСК обращались, а они даже трубку не берут. Отопительный сезон в Туркестане начался 28 октября, но многие дома в городе оказались к нему не подготовлены. В многоэтажках устаревшая система отопления, которая не ремонтировалась много лет. «В этом году большие котельные перешли на газ, а раньше отапливались углём. Мы также установили дополнительно насос, чтобы гонять воду. Из-за него во многих домах из строя вышли устаревшие трубы. Они лопнули, поэтому подача тепла стала невозможной». Чиновники обещают людям дать тепло в их квартиры в течение недели. А пока власти занимаются ремонтом труб, жильцы продолжают мёрзнуть в своих квартирах.